Главный тренер по победе Вандемара Скомченко, Александр Грушу. Александр, пожалуйста, пожалуйста, как вы комментарии? Мы все сделали, можно было в конце, я не забил штрафные, может кто-то не забил еще что-то, но это игра как бы бывает. Мне кажется, мы много сделали, выложились, но не выиграли. Если вы всю жизнь играете по скейтболу, то со штрафами вы не должны быть? Согласен, это одна из наших проблем. Мы тренируемся, мы достаточно много на тренировке блаждаем, эти штрафные, не знаю, как они у нас не залетают. Скорее всего, да, переживаем, через чур сильно хотим забить, и из-за этого рука дергается, дрогнет. Будем бороться, конечно, всегда будем бороться. Ну что, думаю, что Будивельник победил эту игру, победил заслуженно, потому что в трех аспектах, в подборах, в штрафных и в ассистах были хуже их. И я думаю, что когда говорится, если выиграл подбор, выигрываешь эту игру, несмотря на все перипетии, которые были на площадке. Очень довольны своими ребятами, они играли с первой до последней минуты, кто лучше, кто хуже, но все старались в защите. И я думаю, что можно их похвалить одинаково, как даже мы и проиграли, но можно их похвалить, что они выиграли сегодня игру. Посмотрим наши ошибки, как всегда. Сейчас на горячую нечего раздумывать, и надо сделать так, чтобы в концовку мы могли бы владеть мячом, а не наш соперник. Вопрос, какой самый главный бой с победителем, это вообще у нас потребность, и у нас такое впечатление, что они не боятся. Дело-то у нас, что вы собираетесь делать, и собираетесь ли? Мы же играем, скажем так, с молодыми, мы уже пробуем сейчас даже четвертого номера, чтобы он держал Анисимова. Получается лучше, неплохо. Но ребята, которые практически никогда нигде не играли, не имели такой практики, которая играет против Анисимова. Анисимов знает, как спровоцировать фол, как это сделать, как забить, как поставить за слон. Он уже знает 30 лет. Это то же самое, как и в нашей команде. Когда мы будем иметь уже зрелых и опытных игроков, у нас такого попадания со штрафных не будет. Они просто, они попадают на тренировках. У нас уделяется практически 25% времени для пробития штрафных. У нас даже есть упражнения, которые ребята собирают мячи, кто мажет в конце штрафные. Но для того, чтобы они пережили вот этот игровой стресс, им надо, чтобы они и мазали, и проигрывали, чтобы они внутри все это переварили. И все это стало как, как вместо глини стало, это, как его, ну, кирпич, кирпичом, чтобы глина превратила. Вот тогда не будет проблем. Вот так, я не знаю, как там есть. У нас и молодая, есть и молодые, есть некоторые опытные игроки. Но они все стараются. Я думаю, что не только мне удовольствие делать, но делать и для зрителей своей игрой, своей страстью. И, знаете, баскетбол, ну, не может всегда выигрывать одна команда. Выигрывает кто-то в тот день лучше, чего-то сделал. Сегодня мы где-то что-то просмотрели, где-то потеряли в середине мяч, где-то не забили свои игры, штрафные и так далее. Забей штрафные, понимаете, ведь идет игра по ходу. И ты сейчас, конечно, ты посмотришь, сколько ты смазал, ты говоришь, о, да, могли бы играть. Да, но по ходу, когда делается игра, она совсем по-другому смотрится. Да, забили бы, можно сказать, да. Не потеряли мяч среди них, да. Там сделали комбинацию в другую сторону, да. Там можно найти всякий. Да, после игры мы можем умничать все, но все-таки мы знаем. Он сел на четыре форума, но в третий, в очередной, в самом начале. Не было указаний, играть на него на шутболе. Ну, что я могу сказать, что, хотя... Да, ну, мы играем в баскетбол и стараемся играть агрессивно. И если свистеться, все неправильные остановки игроков получают фолы. И нам было намного легче играть, когда не было в команде Анисимова. Это очевидно. И если получил бы он в третьей четверти, четвертый фол, это опять есть. Ну, так это баскетбол. И мы старались потом использовать наших больших, чтобы перевести игру в нашу пользу. То, что нам долгое время получалось. Спасибо большое.